В эпицентре обсуждений не только выступление на Жилтандауэ. На концерте дуэта «Айгел» Кайрату Урынову удалось узнать, кто же этот ревнивый татарин из песни и почему сорвался концерт. Клип дуэта «Айгел» на песню «Татарин» по сей день – одна из самых обсуждаемых видеоработ в русском рэпе. 27 миллионов просмотров на ютюбе заработала история о персонаже, которые вовсе и не вымышленны. Да, да, конечно, существует он. Это ее муж. На самом деле, нет, конечно, черепушки. Но если разозлить, не знаю, конечно. Поэтому стараюсь не злить. Главного героя видеоработы пользователи сети сравнивали с небезызвестным персонажем фильма «Рок-н-ролльщик». Два съемочных дня к нам пришли с готовым сценарием наши друзья. И сами все организовали, сами за все заплатили, сами все сделали, сказали, вот вам классный клип. Но не все так гладко. Выступление в гостях у Ивана Урганта породило массу вопросов, почему солистке тяжело исполнять свой же хит. Насчет дыхалки у нас просто песни все сначала придумываются, а потом мы думаем, как их исполнять. Иногда получается, что сложновато, потому что слишком много текста, и никогда не продуманы места для вдоха. Больная на сегодняшний день тема русского рэпа. Отмена концертов не обошла стороной и дуэт «Айгел». К суициду, казалось бы, группа не призывает, да и бранных слов в репертуаре не имеется. Однако под санкции исполнители хита попали. Нас в Минске запрещали. Мы несколько раз через Министерство управления идеологией. Когда нас запрещали, мы думали, как хорошо у нас в стране, в России. Ничего у нас не запрещают. У нас все понимают про свободу музыки. И вот буквально прошло несколько месяцев, и началась волна докатилась до нас. Сорванные концерты – одна из животрепещущих тем на сегодня. Благо, в нашей стране пока таких инцидентов не наблюдалось.